С момента объявления частичной мобилизации в аптеках вырос спрос на препараты первой необходимости. Например, в учреждении на улице Пушкинской более пяти человек в день приходят закупаться медикаментами перед отправкой на передовую. В основном, конечно, это первая помощь. То есть это бинты, вата, пластыри, Д-средства какие-то для обработки. То есть в основном вот это. Ну, необходимые таблетки и то, что именно индивидуально людям просто нужно самим. Например, кто-то принимает какие-то препараты свои, собственные. Российские фармкомпании выпускают недорогие аналоги. При выборе средств можно подобрать препарат по приемлемой цене. Например, отечественный ибупрофен стоит примерно до сотни, а парацетамол не более 30 рублей. По словам Светланы, они ничем не хуже заграничных собратьев. Всего в аптеке в достатке. Препараты регулярно привозят. Мы не только пообщались с фармацевтом, но и собрали комплект из позиций, которые чаще всего необходимы в полевых условиях. Чек на медикаменты не превысил 3000 рублей. Это если не впадать в панику и не скупать все группы антибиотиков и препараты, схожие по действию. Например, с одним активным веществом. В полевой аптечке должны быть обезболивающие, жаропонижающие, антигистаминные препараты, также антибиотики, спиртовые растворы, пластырь, бинты, шприцы. Этого всего предостаточно в ульяновских аптеках. Цены не повышались, но мы нашли проблему. Мы не нашли жгутов. Но выход есть. Он в автомобильной аптечке. Да, в автомобильных комплектах жгуты есть. Также их можно приобрести на онлайн-платформах. Отдельно или в наборе. Пакет с медикаментами, который мы собрали, наша съемочная группа повезла в Межвидово региональный учебный центр, чтобы отдать его коллеге-журналисту, который скоро поедет защищать родину. Получилось вручить лично, обнять и пожелать всего самого доброго. Тем временем в регионе заработал штаб на базе Министерства экономического развития, где занимаются формированием наборов с амуницией и следят за производством нужных вещей и поставками в регион. В ближайшее время все это доставят военнослужащим. Птечка из обзора отправилась к нашему другу и земляку. Скоро он поедет на спецоперацию. Безусловно, Минобороны уже решают вопросы по снабжению. Но именно сейчас нашим бойцам, как никогда, необходима частичка нашей любви и заботы. Напомним, группы, через которые вы можете передать гуманитарную помощь, вы можете найти ВКонтакте и Телеграм. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.